здравствуйте друзья мне вот тут много замечательных косточек абрикосов куча поздний филипп его черешня боднера бай мань сын маньчжурца номер один сын маньчжурца номер два два еще еще бай вишня войлочная артем так академику какие здоровенные косточки смотрите прям вообще это вообще ну то разве могут таки в сибири вырасти вот вы посмотрите какие косточки огромные это какой плот был так ранее филипп его еще бай так сын маньчжурца номер три этой мы уже смотрели королевский но вот сейчас я покажу поздний филипп я сейчас я покажу эту динка белого у меня еще пакетик есть и один к белого вот посадил ведерко так сейчас покажу как высаживать абрикосы но не только абрикосы грецкие орехи можно можно чего угодно вот то что под зиму вы хотите чтобы без стратификации обойтись без этих танцев с бубном там ну то есть не возиться как говорится или у вас их много допустим да вам ну негде их хранить в холодильнике там негде стратифицировать то можно сделать вот вот так очень просто берем вот эти вот косточки сейчас абрикос королевского да сейчас я их разложу разложу сейчас высыплю и раскладываем сюда вот ведерко раскладываем 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 так мне маленько королевского надо оставить и для сертификация вдруг чё-то тут пойдет не так этот способ позволяет уберечь от мышей потому что мыши вообще бить прям вообще бить они у меня вот в этом году сожрали две грядки до косточка абрикосов прямо две грядки полностью вообще то есть я думаю что они даже не сожрали сразу я в одну неделю приехал их посадил на следующей неделе приехал их нет этих косточек специально раскапывал смотрел вообще нет косточек да их сажу их утащили мыши может куда всех в хранилище или куда там я не знаю вот смотрите все сколько мы этим занимались ну хорошо я ведро это набивал до землей там минут 10 дырки дырявил дырки должны быть не в дне а вот где-то сантиметр два сантиметра от 1 ну их как можно больше надо делать ну вот сколько я сделал сколько смог тут может 8 дырок этого ведра паяльником делал можно сверлом сверлить все вот ведро купил она стоит там 30 рублей или 50 рублей максимум уж из-под майонеза в любой шурмячный там столовой в какой-нибудь где угодно то есть достали мы косточки вместе с вами все при вас делается вот и все мог сфагнум мог сфагнум его можно собрать в любом лесу у меня на участке растет можно купить его в любом магазине в хозяйственном мог сфагнум закладываем мог сфагнум сюда немножечко его приминаем чтобы он плотненько был он во-первых держит влагу во вторых он препятствует плесневение косточек этих вот и крышка берем крышечку закрываем плотненько то есть все готово косточки готовы весной они прорастут убираем это ведро куда угодно ставим на землю и забываем про него до весны а весной у вас будут нормальные проростки вот такой вариант для ленивого садовника ничего делать вообще не надо его мы вот с вами тут управились вот четыре минуты видео идет да ну пусть я там две минуты землю готовил там две минуты дырявил ведро да все 10 минут и готово